Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях самый молодой депутат нашей городской думы Михаил Игоревич Савин. Но я буду называть его просто Михаил. Почему? Потому что он еще не родился, когда я был депутатом городского совета. А сейчас мы вместе с ним работаем в седьмом созыве нашей городской думы, и мне очень нравится проводить с ним совместные дела. И я думаю, что вам тоже будет интересно узнать, какие это дела. Итак, Михаил, уже 4 года прошло со дня выборов, седьмой созыв нашей городской думы. Вот можно кратенько рассказать для наших телезрителей, что удалось сделать, что не удалось. Потому что кроме тех решений, которые мы принимаем совместно на заседаниях думы, есть свой личный фронт. Есть округ, есть другие дела, которые тебе нравятся во благо наших горожан проводить. Вот кратенько расскажи, какие это дела. В первую очередь, вы правильно сказали, да, безусловно, я как депутат городской думы состою в трех комитетах городской думы. Работа там важная, интересная, когда ты вникаешь в городские проблемы не по наслышке, а в их суть, в структуру проблем. И, собственно говоря, думаешь о том и слушаешь мнение, как их можно решать, безусловно. Это так. Но у каждого из нас, у каждого депутата есть свой округ, который нас избрал уже в далеком, значит, 2020 году. Поэтому работа там, она более интенсивная, более насыщенная, более яркая и, естественно, более активная. Безусловно, вот за прошедшие уже четыре года с избирателями на округе нам удалось выработать уже ряд традиционных мероприятий, которыми мы занимаемся. Например, в моей программе депутата 2020 года был один из главных пунктов – это внимание и уважение людям, значит, преклонного возраста, ветеранам, пенсионерам, всем тем, кто нуждается в социальной защите и отдельному вниманию. Ну и, как мне кажется, вот в течение этих четырех лет вместе с вами мы, безусловно, этим занимаемся. Мы проводим праздники, встречи, откликаемся я в том числе на разные проблемы, которые возникают у жителей. Проводим экскурсии, выезды, значит, для того, чтобы люди пообщались, встретились, повспоминали, почувствовали себя нужными, безусловно. Ведь очень часто людям на самом деле нужно внимание. И когда вот я вижу вот эти глаза человека, когда ему приятно, что о нем вспомнили, что его пригласили, что человек доволен. И вот это в этой своей работе я считаю очень главным. Все остальное можно сгладить. А вот когда человек чувствует свою нужность, это очень важно. Потом, безусловно, в 2023 году у нас прошел два раза в год конкурс благоустройства областного собюджетирования «Вам решать». Мы со своими избирателями оба раза выиграли в этом конкурсе на благоустройство нашего в округе центрального, самой крупной дворовой территории. Вот часть из нее реализовали в прошлом году, часть двора будем реализовывать в этом году. Дальше. Поздравление детей с Новым годом обязательно является таким постоянным компонентом. Уже люди спрашивают, звонят, благодарят, пишут. Ну и, безусловно, живое общение с людьми, оно перманентно возникает. А вот еще такой вопрос. Кроме того, что ты депутат, ты состоишь в Коммунистической партии Российской Федерации. Удалось ли выстроить совместную работу и взаимодействие с региональными депутатами, с депутатами Государственной Думы от КПРФ, с другими структурами? Как это происходит, что сделано? Безусловно, над этим я стал работать практически сразу во второй год своей депутатской работы, поскольку 20-21 год были сложными на ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Но скажу сразу, что на, например, муниципальном уровне, на местном уровне, я стараюсь делать все, чтобы наше местное отделение КПРФ, по крайней мере, принимало большое участие в жизни города. Это, в первую очередь, субботники, это гуманитарный сбор гуманитарной помощи на специальную военную операцию, это отправка средств на специальную военную операцию. У нас эта работа ведется постоянно. Безусловно, в 2022 году, в марте месяце, был визит в наш город депутатов законодательного собрания фракции КПРФ. Они встретились с главой города, встретились с председателем Думы, посетили ряд социально важных в нашем городе организаций, им оказали небольшую помощь на приобретение нужных бытовых приборов и на что они хотели потратить. И, собственно говоря, между ними была договоренность определенная действовать в ряде направлений по улучшению жизни нашего города, восприятие даже улучшения на уровне области, безусловно. Но вот в этом году мы планируем уже визит депутатов законодательного собрания фракции КПРФ и фракции в Государственной Думе. Для того, чтобы все-таки более прочно здесь иметь общий контакт и понимать, то есть единым образом выработку решений тех проблем, которые перед нами стоят. Вот я знаю, что ты постоянно находишься в контакте с Геннадием Андреевичем Зюгановым, с Владиславом Ивановичем Егоровым, лидером коммунистов нашей Нижегородской области, который недавно стал депутатом Государственной Думы. Тебя связывают, я бы сказал, дружеские отношения с сыном бывшего генсека Черненко, Константина Устиновича. И был, по-моему, в прошлом году, было мероприятие, когда вам удалось восстановить попранную несправедливость. Вы установили памятную табличку на доме, где жил Константин Устинович. Вот расскажи, какие трудности были даже вот в этом деле, казалось бы, знаковым и в то же время далеким от нашего города. Безусловно, восстановление исторической памяти сейчас в эпоху, когда мы еще находимся в таких, касаемо собственности, в рыночных отношениях, в таких собственнических отношениях, когда очень часто, к сожалению, приходится делить на наше, не наше, на государственное, частное и так далее, то, в первую очередь, очень сложно вот этот весь механизм преодолеть по увековечиванию и даже не увековечиванию, а возврату той доски, которая была. И решением почему-то, значит, Станкевича были сняты не только Константин Устинович, там еще ряду политических, государственных, советских, партийных деятелей. Значит, по его личному решению они были сняты, вот, а, значит, а восстановить, соответственно, много труднее. Необходимо было собрать согласие собственников, вот, этот дом принадлежал раньше Центральному комитету КПСС, но нужно здесь сказать, что дома для партийных работников строились на деньги взносов партии, то есть они не занимали бюджетные квартиры. А потом, во времена уже перестройки и позже, там навыкупали квартиры, Ельцин передал всю собственность КПСС в, значит, национализированный, так называемый, да, отдал. И было очень сложно до людей донести, что на самом деле любой исторический деятель, политический деятель, который, значит, достиг определенных высот в нашей стране, да, очень часто и бывает так, что многие деятели, они много работают, но остаются в стороне, то есть они становятся такими некими, значит, координаторами действий. И вот как раз Константин Устинович достаточно долгое время, середины 70-х годов, он и был координатором всего партийного аппарата. А партия это была основа советской политической системы. И, собственно, генсеком, если говорить формально, он стал уже в то время. И поэтому вот весь процесс принятия решений, собственно, проходил через него. На нем лежала огромная ответственность. Он руководил общим отделом ЦК, этот отдел вбирал в себя информацию абсолютно обо всем, что происходило в стране. Я вот когда читаю стенограммы секретариата ЦК, или документы того времени, меня берет прям иногда отрыб. Как эти люди все помнили, все понимали, знали, пофамильно знали людей, отвечающих в областях, в городах, в районах за определенные виды работы. И это, конечно, была огромная работа, и, безусловно, эти люди заслуживают того, чтобы о них помнили. Вот. Работа была проделана большая. Были, значит, в нее включались разные организации московские, в том числе Совет ветеранов-героев социалистического труда, ветеранов военной службы, ветеранов органов службы безопасности, администрации президента. С ней было согласовано мероприятие по открытию. Вот. Но это, наверное, у нас был такой крупный первый шаг, но не последний в этом направлении. Кстати, вот плавный переход к другому вопросу. Наверное, многие лучшие направления из Советского Союза впитала в себя наша братская соседняя страна – Белоруссия. Ты неоднократно навещал Белоруссию. Вот какие твои впечатления от посещения вот этой страны, что у них налажено хорошо, что можно было бы перенять нам, вот даже на уровне не только страны, но и на уровне города? Впечатления от Белоруссии? Значит, Республику Белоруссия я посещаю с 2014 года. Она мне очень нравится. Очень теплые, приятные, полезные ощущения, когда попадаешь туда. Это некий государство, Республика Белоруссия, некий такой синтез из хорошего взятого из прошлого и хорошего настоящего. То есть президент Александр Григорьевич Лукашенко очень часто говорит о том, что зачем нам изобретать велосипед, если можно совместить то, что было, и использовать по максимуму. Это очень важно. Вот, наверное, вот именно вот этот компонент можно было бы нам позаимствовать. То есть не создавать чего-то того, что, значит, под красивыми громкими словами, а использовать по максимуму те мощности или добиваться использования того, что есть, безусловно. Ну, здесь Республика Белоруссия, вот, если вспомнить, значит, те события уже 33-летней давности, да, то предательство, которое было совершено по распаду СССР, безусловно, получилось два братских государства у нас, Украина и Белоруссия. Но Украина, она так и не вышла из того состояния, значит, хаоса, мрака, вот этого, значит, бесконечных переделов, вот этой войны внутренней, бесконечных вот этих расприй. А Беларусь этого процесса не переживала. То есть вовремя президенту страны Александру Григорьевичу Лукашенко удалось в 1994 году те же процессы остановить. А хотя там уже и были мысли, что сделать язык белорусский государственным, и вот все те же процессы, русофобские и так далее, они звучали на тот момент. Ну, Александр Григорьевич, он человек прагматичный, прямой, открытый, говорящий простые и понятные вещи, делающий то же самое. Поэтому, собственно говоря, вот Беларусь не бросила сельское хозяйство, не бросила производство, хотя им было очень тяжело. Им было очень тяжело, когда мы и наши бывшие страны социалистического содружества, и страны СССР бывшие, не покупали белорусскую технику в угоду европейской, например, да. Им было очень тяжело сбывать предметы сельского хозяйства, свои продукцию. Они пережили очень скромную жизнь в определенный период времени, но не сломались. Хотя попытки сломать продолжаются по сей день. Вот это вот такая соборность, собранность, отношение к стране как к своему дому. Чисто, уютно, красиво. Качество дорог, благоустройство. Да. На высоком уровне. На высоком. А потому что отчасти это все принадлежит государству. Государству, у государства, у Республики Беларусь есть прямые рычаги влиять на это. Ну, а у нас вот с нашим иногда вот этим рыночным механизмом не всегда это получается. Даже как у депутатов. У нас возникают проблемы при обращении людей, правильно? Мы не можем влиять на что-то, хотя проблемы, безусловно, есть. А еще такой вопрос. В твоей работе ярко иллюстрируется синтез работы преподавателя и работы депутата. Где вот в этом направлении, в двух направлениях найти золотую середину? Значит, когда мы являемся депутатами, да, мы являемся помимо того, что ответственными перед своими жителями, которые нас избрали, перед принятием решений в, значит, городской думе, мы еще являемся и публичными людьми, правильно? То есть людьми, которых видно, которых слышно, которых видят, смотрят и так далее. И, безусловно, значит, главное в моей работе после избрания депутатом стало, чтобы все-таки студентам давать понимать, насколько это важно. Принимать решения, брать на себя ответственность за кого-то, участвовать в городской жизни, в общественной жизни, да, и это же практически всегда без материальных ресурсов. Вот, то есть идти на компромиссы, да, думать, потому что политика – это всегда дипломатия, да, думать наперед, принимать решения тоже в своей жизни осознанные. И, соответственно, мне еще очень нравится то, что мы с вами очень активно работаем с ветеранскими организациями нашего города. И вот еще до того, как о наставничестве все это говорилось с высоких трибун, в этих приказах, в проектах бесконечных присылали, мы стали приглашать к нам людей старшего возраста для того, чтобы они проводили встречи и участвовали в наших мероприятиях разной направленности. Ну, и в гражданско-патриотических, и в общих мероприятиях. И мне очень нравится, когда идет общение людей, подростков наших, да, к нам приходят 16-17 лет такого возраста, и людей, которые повидали, пережили, застали эпохальные события в истории нашей страны, и грустные, и веселые, и противоречивые, и вот между ними происходит обмен опытом и осмыслением. Конечно, безусловно, молодость есть молодость. Она не выстреливает сразу. Но в определенный период времени, когда мы уже вот видим наших выпускников, некоторых спустя 5-6-7 лет работы, видим вот результат этого вклада. Не напрасно. Не напрасно, да. А вот еще один вопрос такой возникает из предыдущего. Ты сам достаточно молодой человек, а работаешь с еще более молодыми студентами. Так вот, у нас во все времена, во все эпохи принято критиковать молодежь. Мол, она ныне не такая, не то, что прежде. Вот скажи взгляд изнутри. Какая она, нынешняя молодежь, которая придет на смену кадровым рабочим, заслуженным специалистам? Это ведь действительно вы, техникум, кузница кадров, кто придет к нам на смену? Какая ныне это молодежь? Я уж начну, так сказать, с оценки, да, сопереживания своих и не только тех фундаментальных вещей, с которыми приходится сталкиваться. Ну, в первую очередь, я бы не сказал, что молодежь у нас плохая. А вот современные студенты наши приходят на первый курс, которые, вот они, 10 лет я проработал, и за эти 10 лет, те, кто приходили 10 лет назад на первый курс, и сейчас, кто приходит, они тоже меняются в связи со временем. Они, безусловно, очень активные. Они целеустремленные. Они очень целенаправленные такие. Они любят добиваться такого практического результата во многом. Но главное, что нужно делать, это их направлять. Потому что вот старшее поколение жило в эпоху ограничений и дефицита информации. А сейчас у нас переизбыток ее. И вот в этом огромном информационном пространстве их необходимо направлять. Их необходимо делать так, чтобы они видели и понимали то, что им нужно, и получали определенный результат. То есть не ругать их за какие-то вещи, не кричать, не запрещать использование каких-то вещей. Сейчас уже это получается, что в наше время уже отчасти некоторые вещи, в том числе и гаджеты, они уже стали частью жизни. Интернет, тем более, это уже не роскошь, а это уже средство. Необходимость. Да, безусловно. И поэтому вот наша задача их направить, сделать так, чтобы они осознанно, с пониманием, этими вещами пользовались. Но здесь другое возникает, значит, другое противоречие какое. Мы, естественно, воспитываем их в соответствии с нашим воспитанием, в соответствии с нашими понятиями, в соответствии с понятиями государства, государственной программой патриотического воспитания, это, безусловно, правильно. И вот, например, ты доносишь информацию до будущего токаря, слесаря о том, что ты будешь хорошим рабочим, после окончания пойдешь в наш федеральный ядерный центр, где будешь трудиться честно на благороде. А он говорит, а зачем, если я вот смотрю тиктокера, который кривляется, и он получает в разы больше. То есть вот именно с этим нам необходимо работать. Это единицы, правильно? Правильно. А тот, кто создает государство и, собственно говоря, работает на наше общее благо, мы все, поэтому здесь необходимо их направлять и делать так, чтобы, собственно говоря, они получали искомый результат своей деятельности. Ну, кстати, я могу сказать свое мнение, и я имею право сравнивать, а я тоже учился в то время еще в ПТУ. И скажу, что огромный рывок совершил ваш политехнический техникум за эти годы. Он стал образцовым техникумом. Ну, наверное, нужна помощь всех структур для того, чтобы он развивался, чтобы еще больше. А у меня в связи с этим вот еще один такой вопрос. Все познается в сравнении. Вот ты сейчас сравнил такой срез Белоруссия, деятельность КПРФ внутри. Ты знаешь, как поставлена работа в нашей городской думе. А вот что тебе нравится вот в нашем городе? Какие достижения, какие направления, какие сферы деятельности? А где еще придется поработать? Где непаханное поле? Вот такой взгляд уже достаточно опытного депутата. Что можно написать со знаком «плюс», что еще требует доработки? Ну, безусловно, наш город, он очень комфортный. Вот никто не пишет о том, что на самом деле, если сравнить жизнь в других городах, открытых, да, где миграционные потоки вот сплошные, приходит, значит, торговля несанкционированная, постоянная, значит, увеличение всякой преступности извне получается, то на самом деле жизнь в нашем городе прекрасная, комфортная, спокойная. Город зеленый, коммунально благополучный. Я был в одном городе, не буду говорить в каком, и увидел там, что дворовая территория обычная, и дети гуляют над этой дворовой территорией, там тоже стоят малые архитектурные формы, все эти качалки, качели, но она огорожена таким забором, огромным, что это больше похоже на клетку, а не на дворовую территорию, где дети гуляют, где они, может, познают мир, падают, как все мы когда-то, да, там, катаются и так далее. Это нормальный процесс, а вот это вот, значит, комбинирование такой закрытых форм постоянных, это ужас какой-то. Поэтому в этом отношении наш город, он коммунально, он очень благополучный, он очень комфортный, удобный. Я вот иногда летом, весной, так скажу, гуляю вечером поздно, по старой части города тишина, спокойствие. Как можно не наслаждаться этим? Это безусловно. В плане работы в целом городских структур, наверное, дело в том, что очень часто приходится сталкиваться в целом не только на округе, а на уровне города, например, с такой проблемой, большое количество одиноких пожилых пенсионеров, которые иногда не всегда могут уже социально себя обслуживать. У нас есть, безусловно, социальная защита, потом центр наш верник, они выполняют огромную работу, они молодцы большие, делают все для того, чтобы не только досуг пожилых людей скрасить, но еще и помочь, и медицинский, и по-человечески, и социально. Но у них не хватает мощности, у них не хватает сил, у них не хватает средств, не хватает им помощи в том числе, чтобы все-таки сорганизовать что-то больше. Мне кажется, нашему городу необходим такое большое социальное учреждение, где за людьми осуществлялся бы не только уход, например, от времени, а постоянный, круглосуточный уход, который необходим людям, которые получились вот в такой жизненной ситуации. Хорошая тема. Я бы вот сказал как. В мире вещей, если так образно сравнить, у нас прогресс налицо. В мире людей, взаимоотношений, не все так розово. И вот сейчас затронул ты такую проблему, проблему одиноких пожилых людей, я бы видел ее решение следующим образом. У нас в конце улицы Московской есть дома, который недавно называли специализированный муниципальный жилой фонд для пожилых людей и инвалидов, где бабушки и дедушки живут в своих небольших квартирках. А вот если бы на первом этаже сделать медпункт, актовый зал, где они вместе собирались, в таком возрасте у них дефицит общения. Они в четырех стенах так сидят, одинокие. Здесь для общения, для здоровья медпункт, для общения актовый зал, столовая, естественно, для питания. И другие структуры, ну вплоть до того, что и прачечная. То есть они живут в своих четырех стенах, общаться, спускаются на первый этаж, где за ними ухаживали, накормили, напоили и так далее и тому подобное. Вот это идеальный вариант. Не тот дом престарелых, который мы видим в ближайших районах, а именно вот такой интеллигентный, современный. И я бы сказал, что по реализации он не такой капиталоемкий, если строить с нуля. Ну, кстати, иногда просматривая комментарии в социальных сетях, ну как же без этого? Я иногда так с горечью читаю комментарии, где нас с тобой обвиняют в том, что мы слишком много внимания уделяем общению с бабушками, с дедушками. А я бы хотел просто вот что сказать. Вернее, процитировать слова незаслуженного, оболганного государственного деятеля царской России, оберпрокурора священного синода Константина Победоносцева. Вот его слова как-то врезались мне в память. Он сказал как? В нашей недолгой и непрочной земной жизни одно прочно. Простые дела милосердия. Голодного накормить, жаждущего напоить, нагого одеть, а пуще всего темную душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнем любви. Вот те дела, которые пойдут вслед за нами. Я к чему это говорю? Ведь, наверное, ничего в жизни не бывает напрасным. И когда мы взаимодействуем со старшим поколением, и если мы чуточку сделали их жизнь лучше, не напрасно. Это совершенно правильно. А ты еще работаешь и с теми слоями, и с молодежью. И молодежь приучаешь душевнее относиться к их прабабушкам и прадедушкам. Вот в чем ценность, мне кажется. Если что-то добавишь... Безусловно. То есть эпоха глобализации, вот этой валютной, рыночной, она очень коммерциализировала нашу жизнь, наши отношения. Почему многие вспоминают об эпохе СССР? Понятно, что ностальгия – это очень относительное понятие. Молодость о своей, о других тоже пережитых эмоциях, которые в процессе жизни могли поменяться. Люди дверь не закрывали. Не было железных дверей, решеток на окнах. Люди не боялись. А сейчас, вот в эту прошедшие, за прошедший определенный период времени, к сожалению, вот эта коммерциализация жизни, она, вот этот капитализм, да, рынок, прибыль, война против всех, здесь классовая структура, она очень часто выбрасывает из поля зрения определенные слои. Они не приносят прибыль. И вот эта прибыль, прибыль, прибыль везде. И поэтому это очень важно. И мы, вот в том числе и преподаватели, просто и учителя, я думаю, в том числе, и социальной структуры ждем, когда все-таки в основе своей мы, не только как бы вы, я, там еще ряд людей, безусловно, этим занимается большое количество народу. Но все-таки с государственной политикой будет именно такая. И вот, кстати, о молодежи, если добавить, сейчас есть социальные блогеры, которые чем занимаются? Они проводят социальные эксперименты. И их молодежь смотрит, между прочим. И это тоже очень важно. Переодеваются, там порой шуточные местами это, но суть такая. Переодеваются в пожилых людей и просят помочь. Тех, кто помогает, они вознаграждают. Потом, потихоньку. Вот. То есть вызывают у людей эмоции сострадания, сопереживания. Это тоже очень важно. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова